Всем привет, с вами Марс, сегодня мы посмотрим Смайль. Это игрушка жанра моба, то есть что-то такое дотоподобное в духе замесов 5 на 5. Но тут, по отличию от доты, намного больше режимов, и я считаю её более интересной. По крайней мере, по развлекации ей есть в чём. Проще говоря, пару слов об игре. У нас на выбор есть несколько бесплатных персонажей, то есть это всё божества. Это различные Посейдон, например, где-то Зевс есть, Арес, бог войны, на которого я когда-то обязательно накоплю. И различные-различные божества разных религий и разных стран. Я же вот, например, такой, как Локи. Викингов, точно, викингов. Какой-то там бог хитрости, подставы, облавы, что-то такое. Бог Локи. В местной игре это что-то вроде Рикимару в доте. Но, как видите, они все закрыты, их всех можно купить как за игровую валюту, вот она у меня, и за реальную. То есть, в принципе, выбор велик, за кого вы хотите играть. Также хорошей чертой этой игрушки является различие разных скинов. То есть, как серьёзных, так и не очень. Вот, например, стандартный скин для Посейдона. Это что-то более такое пёстрое. Ну, и властелин морей. Да. Вот так вот, вот так вот выглядит Посейдон. Вот такой великолепен. Ещё загар такой, под маечку. Крутой, правда? Вот. Для начала, для начального выбора, нам доступно, нам доступно-таки 10 богов. А остальные приходится докупать. Но, как вы видите, деньги накапливаются не очень быстро, ибо только на четвёртом, по-моему, уровне, можно будет докупить ещё какого-то бога. В моём случае это Агний и это Купидон. Ну, Купидон тоже отдельная история. Да, вот так, вот так выглядит этот бог. А вот такой вот у него смешной скин. Такой чертяка. И два скина под легендарку. Вот как-то так. Теперь давайте немножко расскажу о режимах. Практика это туториал, один на один, аренка или всё остальное. То есть, всё-таки, это игра с мобами. Тут вы можете потренироваться, как создать лобби в доте, проще говоря. Кооп это присоединиться к групповым замесам, допустим, 3 на 3. Арена там, по-моему, 5 на 5. И асаут. На нормальных режимах это арена, это конквест. Конквест это что-то вроде бы обычных боёв в доте. То есть, у вас есть троны, у вас есть... То есть, тут вместо тронов свои такие титаны. И если враг прорвётся на вашу базу и убьёт вашего титана, это равносильно уничтожению трона. Там по 3 лайна, по 2 башни на каждом лайне. Короче, стандартная карта доты. Асаут это кое-что поменьше. Это такая более-менее ровная тропинка, на которой у вас всего лишь 2 башни, и у врага 2 башни, и трон. И кто первый завалит такие гиганта. 3 на 3 это уменьшенная такая карта, именно обычного конквеста. Там тоже по 2 башни в центре, и куча различных лагерей для фарма. 3 на 3 игрока. С этими я пока ещё не знаком, так же как и с легендарными. Ну, я не знаю, давайте на аренку пойду, покажу вам какой-то из боёв. Надеюсь, получится не очень криво. Потому что, как вы знаете, я не люблю в доте играть и комментировать. Для меня это очень-очень-очень больно. Я не могу играть нормально. Посейдона дайте сюда. Я хочу Посейдончика. Суки. Наверное, единственный герой, за которого я могу играть нормально. Ну, ещё за Тора. Так, ну и кто последний? Насколько я знаю, он хотел Посейдона взять. Поэтому не повезло ему. Вы, в принципе, можете открывать для себя богов. Они тут никоим образом не ограничиваются. Просто шутка в чём. У всех одинаковый набор богов в начале. Но каких вы будете покупать дальше, и это зависит от вашего стиля игры, какого вам бога покупать дальше. Так вы будете играть, соответственно. То есть, именно на этом будут... Состоять команды, что ли? Ну ёпта, ты будешь загружаться, выродок? Ну, к сожалению, этот пидорас гнилой отказался марокируя. Ладно, давайте встанем снова на аренку. Потому что вот из-за таких выродков, которые не грузятся, опять приходится ждать. Это время до матчей, как вы уже поняли. Оно не рандомно, то есть, постоянно даётся 3 минуты для того, чтобы подключиться. Потом движок как-то распределяет игроков на каждую из выбранных вами, разумеется, режимов игры. надеюсь, мне дадут опять посейдона взять. Потому что, если я его возьму, я затащу. По крайней мере, постараюсь. О, 70 секунд. Ё-моё. Чё, смешные? Он, вся команда врага уже определилась. Щенху. Ёбца. Ну, норм Тима, в принципе. Артемида, конечно, у нас лучница хорошая. А вот насчёт вот этого товарища я не знаю. Но он ни разу за него не играл. И вот ещё один товарищ из мифологии. Один. Жалко, только нету Иисуса и нету Аллаха. Но я думаю, это упущение они рано или поздно исправят. Вот. Вот, собственно, пошла игра. Тут стоит автозакуп или нет? Чё-то я не-не-не, не понял. Где моя сборочка? Сборочка под... Под меня. Ладно, потом. Сначала вступлю в бой. Your living base. Идем. What? Что? Ну чё, можно продолжить немножко. Я смотрю, тут уже замеси пошли. Чё-то... Чё-то вообще все взберевшие такие, как я не знаю, кони. Не попал, к сожалению. Кабан ссаный. Вау. И меня очень активно слил Тор. Очень активно. Ничего. Ничего. Мы не теряем. Мы не теряем надежды. Чё-то... Бляяяяю. Ёбда. Твари сраные. Да, не вошло. Тор, сука, конечно, мне помешал, но не важно. Да, что-то на аренке стали резко профессионально играть. Либо это я уже не играл пару дней, либо это... Что-то ребята начали тащить. Но странно, странно. Так, а поэтому у нас чо? Ой, 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 не то, не то. Так, на 1300 будем собирать. Хорошо. Да. Включил спиды у нас. Ну, точнее, не у нас, у них Фенрир. Наша задача не пускать ихних миньонов в наши ворота. И таким образом их побеждать. Да ёб... Вашу мать. Конченые ушлёпки, ну. Шо ж такое? Всё никак. Обезьянка-то, ты куда? Догоняй эту суку, суку. Да сраная херня. Ну, вы посмотрите, как она классно кидает эти свои ловушки. Там просто блеск. Я не знаю. Не, буду на палку собирать. Как она классно свои ловушки ставит. Это, кобец. Ну, ёпта, ну топа кромсают. Как я не знаю. Потому что они в ДТФ, в принципе, взяли. Но у нас, я посмотрю, Тор очень профессионально играет. Тупое нище. Ну, ничего. Если всё получится, конечно, то... Ай, ёпта. Не, ладно, я видел. Я видел эту ловушку. Просто... Чё-то... Чё-то как-то затупил. Непрофессионально получилось. Так, надо на помощь идти там. Блядь, 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 даже ульту не успел кинуть, сука, как же, что они быстро сливают, да. Где, блядь, шо бы там мне следующее собрать такое? Книжку бы. Ладно, пофиг. Это ГГ, пацаны. Вот только, видите, только начинается... Начинается, блядь... Комментарий, и начинается чё-то... Чё-то думать, чё сказать надо, это всё говно. И сразу, сука, сливы... Мммм, ммм, боль. Не подходи ко мне, тварь тупая. Тупая, не подходи. Я тебя уничтожу. Только под фонтаном. Тварь. Не, нифига. Они не подойдут ко мне, к сожалению. Ну, давай уже падай, ёпта. Хорошо. Так, 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 так. Санэ петухи, ну. Чё-то не слили. Сволочи. Нахалы. У нас. Так, ну, победа нас тут, я думаю, не ждёт, в принципе. Иди сюда, сука, сука. Бля. Ладно. 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 Понял. Не достанешь ты меня, тут уже шваль. Блядь, санэ ловушки. Как я, как я их обожаю. Просто как я их обожаю. Блядь. Блядь. Как же вовремя, сука. Как же это всё вовремя, ёпта. Я не знаю, какая может быть тут победа. Не, ну попробовать можно. Победы от этого всего я не жду. Пошёл в срак. Ты конченый. Ой. Угу. Сейчас. Как же. Ладно. У меня половина хп, так что я, пожалуй, отступлю. И мы всосём, чувствую. Чувствую просто. Показателем. По показателям, точнее, крепкости наших врат. Чувствую мы всосём. Блядь, это чё такое? Нееет. Ах ты, сука. Ты посмотри, он скрылся. Мразь. Ну ничего. Я тебя ещё настигну как-нибудь. Я успел хоть волну запустить. Да, блядь, успел. Всё, нахуй успел. Угу. Как же. Валим. Девчопу ты, блядь. Петуша ротый. Вот и пошёл вон отсюда. Вроде как спас. Не уверен. Ааа, блядь. Опять всасываем по-жесткому, пацаны. Сасываем как можем. Блядь, ский тор. Блядь, ский тор опять. Блядь, ский тор. Потому что эти суки слишком, слишком уже раскатенные пидорасы. Ну хоть так. Хоть так уже, я знаю. Хоть как-то. Так, девятнадцатый левел. Как вы поняли, тут максимальный двадцатый левел. И это самый весёлый режим, который, в принципе, есть. Блядь, ский тор. Тор, блядь, ский тор. Оооо, как же, как, как можно так играть, ребята? Ну что вы делаете? Ладно, я туплю. Потому что перерыв был у меня серьёзный. Целых две недели не играл. Но вы-то, суки, вы-то какого хера так играете хуёво? Как она это сделала? Никто не знает. Чё ещё можно купить? На дефенс может что-то собрать. Но я не знаю. Давайте, ёпта, вот эту штуку соберём. Но я не знаю, мне уже ничего не поможет. В этом случае. Просто я не понимаю, какого хуя отключился. У меня автозак. Сука ты такая. Куда ты кинул тут эту волну ебучую? Почему? Почему всё так хорошо получается у меня сегодня? Как видите, запись. Это всё потому, что я записываю. Пошёл. Насосал, сука, на вертолёт, да? Так тебе и надо, пидор. Так. Чуть-чуть в отхил, чуть-чуть в отхил. Как вы слышите, точнее. Публика, она ликует. Она рада тому, что дерутся боги. Дерутся они как левы. Как тигры. Просто. Ни шагу назад. Смертельный поединок. Что ты днища ебаная? На кого ты вылез, сука? Я уже не такой скучный. Сука такая, ну? Мы пошли зарешаем эту, блядь. Ой, чё-то я как-то увлёкся. Слегонца. Надо от дефа сейчас. Очень сильно надо играть от дефа. Или всё? А, ну заебись, сыграли от дефа. Угу. ГГ, ВП. Угу. Анал Пенетрейшн. Ну, под конец. Под конец чё-то стало получаться. Честно говоря, я ещё не проигрывал. Посейдоном? Шик. Просто шик. Так, что тут у нас по статье-то получилось? Ну, у нас охуенная Артемида. 0-12, сука. Блядь, от бога, короче, я понял, сука. Потом, ну, Посейдон 5-10. Ну, я сливался, конечно. Потом, ну, понятно, 2-7. 8-6. Хоть кое-как-то сыграл у нас Один. И Тор. Сука. Днище. А у них, как всегда, норм команда. И всё заебись. Ладно, чё уж тут. Я не знаю. Ну, где-то, наверное, минут 30 я уже написал. Что ещё вам? Давайте я вам ещё немножко по менюшке расскажу. Ну, то есть, про виды боёв я вам уже рассказывал. Про то, что тут огромное-огромное множество, на самом деле, различных божеств, различных религий. И каждый персонаж действительно уникальный. И имбы... Имбы, по сути, как бы нету. Вот, когда ещё было открытое бета-тестирование ОБТ, тогда решал всё просто рез своей ультой. Шикарная тема. Он кидает цепи на всех. Бежит, бежит. И вторым прожатием стягивает всех и даёт стан. Для масс-атаки. То есть, для какого-нибудь даже Посейдона того же. Это великолепный персонаж в Саппорт. Потом, вот, Тонатос. Рука смерти. Греческий бог. Тоже довольно великолепный персонаж. Один на один решает буквально всё. Ну, кроме редких исключений. Почему-то я Локи всегда хочу назвать Рики. Потому что ещё со времён беты эта сволочь просто... Прошу прощения. Эта сволочь просто решала всё. Всё и вся. Ну, точнее, кто умел играть им. Он не невидимый навечно. Он... У него есть скилл на невидимость, по-моему, на 5 или на 6 секунд. Но при таких вот раскладах, этих 5-6 секунд хватает вообще с головой. Тем более, чтобы одного какого-то героя слить, это вообще без проблем. Потом же... Тут можно посмотреть профиль. Можно посмотреть как свой профиль, так и профиль любого другого игрока. Потом... Что ещё? Вон у меня два... О! Я две аренки просрал. Ну, я крутой, наверное. Потом рейтинг игры за персонажей. По матчам. Как у вас обстоят дела. Как вы видите, посейдоном я могу тащить. Но... Но не всегда. К сожалению. Кланы различные. И пополнение счёта. Ну, то есть, как? За 5 уровень вы получаете. За 10 уровень вы получаете. И за 30 уровень вы получите для покупки какого-то божества возможность. 200 гемс. Затем, следующий пункт меню. Это у нас... Закуп. Тут можно включить автозакуп. Сейчас я, кстати, этими займусь. Потому что какого хера у меня не было автозакупа на посейдоне. Тут есть автозакуп и автоизучение скиллов. И то, и другое я ставлю на своего... Не понял. Ну, хер с ним. На своих героев. Потому что, ну, во-первых, по предметам я не особо так, чтобы знаю. И, во-вторых, я не так давно в эту игрушку играю. Может, возможно, потом как-то будет попроще. Вот этот пункт меню TV. Тут можно посмотреть идущие трансляции на Twitch. Как вы видите их три. Потом видео-туториалсы. Это по всему базовые инструкции, айтемы, скиллы. Там потом про различные... Про смайт, что это вообще такое. И по отдельно каждому... Каждому персонажу. Они все англоязычные. Но я думаю, это хорошо. Школьников, которые не знают английского языка, это очень хорошо. Не будет, по крайней мере. Хотя нубов хватает везде, но тем не менее. Потом... Ну, что еще можно по гайдам? По гайдам можно сказать, что они очень-очень профессиональные. Они созданы от разработчиков именно с майта. И очень все подробно и хорошо описано. Затем простые видяшки. Это уже любительские, которые... Различная замануха, там... Фановые видео, геймплейные ролики, дневники разработчиков. Тут можно друзей своих посмотреть. А тут можно записаться на... Именно на... Как это называется? На стрим. Ёпт. Вы можете стримить в реальном времени на Twitch. Можете таким образом попробовать себя в... Роли стримера. Затем есть такая вот таблица. Таблица по рейтингу. Лучшие игроки. На конквесте, на арене и на джесте. Ну, блядь, да. У меня особо достижений нету. Но тут люди затрачиваются... Хотел сказать, годами. Это же не дота. Игра релизнулась. Она доступна для всех. Она фри-то-плейная. Игра релизнулась буквально неделю назад. То есть сегодня у нас первое. Первое число. Первое апреля. И я думаю, она будет интересна. И если... Если так уж получится, что... Хоть чуть-чуть-то она попадет в киберспорт. То это будет забавно. Потому что игрушка стоящая. Игрушка интересная. И вот если в доте вы начинаете там... Психовать, поливать их говном. Тима, дно, раки. Мамке, привет. Там все дела. Когда вы сливаетесь из-за... Либо из-за собственных кривых рук. Либо из-за кривых рук ваших товарищей. То в этом случае... Это такой хороший, приятный даже отдых в смайте. Потому что вот... Я только что слил игру. Да, неприятно. Да, как-то там... Подумаешь. Немножко... Немножко есть такой осадочек. Но это было весело. Если бы я не тупил, можно было бы затащить. Если бы не тупили остальные, тоже можно было бы затащить. Но, видать, не судьба. Постоянные обновления, которые... Фиксят баги, которых в принципе почти-то и нету. Водят вот... Как вот новый... Улр Хер. Я не знаю, что это за персонаж. Тоже что-то такое из... Нордической мифологии. Что-то такое. И, пожалуй, на этом я буду заканчивать свой обзор на игру Smite. Я вам с радостью показал остальные режимы. Но если это вам будет интересно. Тем более с тем, что я довольно херово играю на запись. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok